Колючий авторитарный популист Олег Адольфович за 6 июня 2023 года, но прежде чем продолжить, хочу напомнить, что мой канал существует только и исключительно на ваши пожертвования. Спасибо за понимание и сразу хочу принести извинения за посторонние шумы. Жара стоит просто запредельная, прям адская, поэтому у меня вентилятор работает прям вот здесь вот и рядом. Добрый день, империя. Итак, выборы в Турции официально завершились. И те на Западе, кто мечтал получить в качестве президента страны более сговорчивого и прозападного политика, окончательно провалились. И вот теперь нас ждет определенное переформатирование Малой Азии. Суть в том, что стремление Реджепа Таиповича вступить в зону свободной торговли ЕАЭС, а также присоединиться к БРИКС и ШОС, связано с выходом из структуры НАТО. Причем последнее является обязательным условием. И в Анкаре сразу заговорили о ликвидации 60 военных баз США и НАТО на своей территории. В западных странах горе, неразумные турки опять выбрали авторитарного колючего популиста, который, кстати, так и не дал согласия на вступление в Альянс в Швеции. С одной стороны, вступление является формальностью, ибо НАТО в Швеции уже давно и надолго. С другой стороны, официальное вступление позволило бы шведам присоединиться к единой программе перевооружения. Впрочем, если шведы хотят рискнуть спокойствием в социальной сфере, им стоило бы все-таки выдать Турции всех курдских активистов. Пока они это не сделали и вряд ли сделают в ближайшие годы, это значит, что не видать им НАТО, как своих ушей. И пятая статья устава НАТО тоже. А она хоть как-то дает надежду на вмешательство других стран Альянса, если вдруг Путин нападет и захватит шведов до Северного моря. Почему Путин должен напасть, даже не обсуждается. Должен и все тут. Но раз уж мы сегодня о Турции, давайте вернемся к ней. Итак, Эрдоган сменил 15 из 17 членов Кабинета министров. У нас этот факт сразу же вызвал некоторое напряжение и непонимание. Но так положено по закону. Пришел старый и новый глава государства, а новая метла всегда метет по-новому. Из прошлых министров остались только глава Минздрава Фахреттин Коджа и министр культуры и туризма Мехмед Нурри Эрсой. А вот всех остальных Эрдоган заменил. И в первую очередь он поменял глав МИД и силового блока. Главой Минфина стал Мехмед Шимшек, которого считают едва ли не лучшим экономистом Турции. Он уже в прошлом был и главой Минфина, и заместителем Эрдогана в правительстве. Задачей Шимшека станет борьба с инфляцией и падением курса турецкой леры. А она улетела уже к уровню 20,84 штуки за доллар. Но у Шимшека будет и другая, куда более важная задача. Он должен будет оценить варианты развития Турции как с Западом, так и с БРИКС и ЕАЭС. Эрдоган пошел на главные условия Мехмеда Шимшека. Тот будет полностью окучивать и контролировать СБ Турции, определяя монетарную политику. Губернатор провинции Стамбул Али Ерликая возглавил МВД, сменим на этом посту Сайлу Ерликая. Относится к числу ближайших сторонников Эрдогана, поэтому его назначение вполне закономерно. Бывший глава МИД Мемлют Чавушаглу стал депутатом национального собрания. Его сменил Хохан Фидан и еще один соратник Реджеп Таипа Эрдогана. Начальник генштаба турецкой армии Яшар Гюлер стал новым министром обороны. А постглавой Министерства энергетики занял бывший замминистра Алпарслан Байрактар, знакомый Фомиледа, который уже заявил, что полностью поддерживает идею газового хаба. Кстати, он же на посту зама курировал строительство турецкого потока и АЭС Акуйо. К слову, Байрактаров в Турции как Донов Педро в Бразилии. Если кратко, то из правительства Турции вылетели прозападные министры. У Эрдогана остался только один срок для разворота Турции от Евросоюза и США на восток. В противном случае европейский кризис прокатится по туркам асфальтоукладчикам. Тем более, что в ЕС уже заявили, что вопрос о вступлении Анкары в этот альянс снят. Ну, подумаешь, постояли полвека в очереди, поспали на коврике в прихожей. Ничего страшного. Между тем, в Анкаре тоже признали, что уже не видят себя в границах общей Европы. Тем более, что для турок нарастающий кризис с так называемыми бешенцами совершенно не нужен. Для них он инструмент давления на Брюсселе не более того. Понятно, что сейчас все ждут от султана каких-либо конкретных действий. Строительство газового хаба он уже подтвердил. Осталось дождаться слова Эрдогана об отношении к зоне свободной торговли ЕС. А в ней уже и без турок такие проамериканские в кавычках страны, как Индонезия и Таиланд. Без Турции ЕС проживет. А вот Турция без ЕС не очень. Не очень долго и не очень сытно. Но главное, что нужно Анкаре сегодня, это доступ к ресурсам НБР БРИКС. Новый банк развития уже сегодня имеет в активах эквивалент 100 миллиардам долларов. Со временем эта сумма может достичь и 500 миллиардов по мере присоединения к БРИКС новых стран. Но есть и еще один фактор, заставляющий Анкару сделать разворот на 180 градусов. Тут намедние. Иран, Саудовская Аравия, Бахрейн и Оман заключили договор о создании объединенной флотской группировки для контроля над Персидским заливом и северной частью Индийского океана. И турки очень хотели бы быть частью этой группировки. Тем более, что к ней намеревается присоединиться Пакистан, а в дальнейшем и Ирак. Почему это важно для турок? Это гарантия того, что им никто не сможет угрожать с востока и юга, пока Анкара решает свои вопросы с Грецией. А это еще один конфликт, который мы увидим в ближайшие годы. Слишком близко некоторые греческие острова к побережью Турции. А это крайне ограничивает и территориальные воды, и исключительную экономическую зону страны. Грубо говоря, сейчас под греками потенциально огромные запасы природного газа. А раз у нас с демократией почти покончено, то и решать вопрос доступа к ресурсам будут самым привычным путем. Кстати, США и Франция выступают на стороне Греции. И еще одна важная для турок причина – покинуть НАТО раз и навсегда. Мало того, злые языки утверждают, что начальник офиса красного кирпича в центре Москвы очень прозрачно намекал, что Россия не готова продавать свои Су-35 в стране НАТО. Дескать, если в экспортном варианте С-400 нет ничего нового для стран Запада, то Су-35 является принципиально иной штукой с кучей эксклюзивных технологических решений. И вот эта раскачка сейчас идет с двух сторон. Вашингтон – бу-бу-бу права человека и демократия. Москва – бу-бу-бу экономика и процветание. Есть ли у Эрдогана выбор между этими двумя бу-бу-бу? Есть, и он вполне очевиден. А после того, как всезападные СМИ превозносили его конкурентов на выборах, то этот выбор становится неизбежным. Но вот что важно. Не сумев свалить Эрдогана информационным методом, Запад перешел к нагнетанию страстей. Мол, отсутствие демократии – это прямой путь к авторитаризму и обнищению народа. Пустые полки во всех супермаркетах и очереди на заправках отсюда и до рассвета. Социальные протесты – все такое. А кто виноват? Путин виноват. Ведь именно он в итоге и победил на этих выборах. И если турки отойдут от демократии, у них все будет как в России. То есть будут пустые полки супермаркетов и очереди на АЗС отсюда и до рассвета. Социальные протесты и одни направления вместо дорог. Именно так сегодня западные СМИ рисуют Россию. И все бы ничего. Но как нищие русские ехали в Турцию, так и едут. Как толпами ходили по магазинам и лавочкам, так и ходят. Наверное, смотрят, какова она – сытая жизнь. А вот турок в России увидишь нечасто. Говорят, очень дорогая у нас страна. Сплошное разорение для богатого турецкого туриста. Мало того, раньше на доллар можно было купить полторы леры. Помню эти времена. Теперь же на тот же доллар купишь 20 лер. Безработица высокая, таксисты и рестораторы очень стараются цены не гнуть. Так что для русских турция стала немного дешевле. Правда, при этом подорожал перелет туда и обратно. Перед Эрдоганом сейчас стоит нетривиальная задача. Он должен выбрать и публично озвучить новый вектор развития страны. В старых рамках такое развитие уже невозможно. Новые же рамки пугают неизвестностью и манят новыми возможностями. В любом случае, султану придется выбирать. Хотя сдается мне свой выбор, он уже сделал. И в ближайшие недели мы точно увидим, какой именно. Олег Адольфович. Галючий авторитарный популист.